Утро третьего дня, вчера концовку не снимал, потому что ставили палатки в дождь, всю ночь был дождь, сейчас все мокрое, у меня в палатке муравьи, говорю еще классное утро, я в очках, в пасмурную погоду, просто я не выспался, у меня реально глаза такие опухшие, что вам лучше не видеть. Остановились в красивом месте, с которого нужно побыстрее сваливать, пока нет дождя, все мокрое, наверное сегодня буду ночевать или на квартире, или в гостинице, потому что надо просушить палатку нормально, верхний тент, блин, ну и помятый, все собрались, после себя ничего не оставляем, вот мусор, кто потом увидит, что за кадром было? Не снимай, блин. Я, конечно, опух, что есть, блин, еще подгорел вчера на солнце, погода пока не поменялась, даже немножко что-то вроде бы моросит, так что сейчас заедем на заправку, перекусим и на очередную точку, которую хочу вам показать. Очередная точка, которую я хотел посмотреть и вам показать, это церковь-крепость 1524. 1524, подождите, забыл какого года, да, 1524 года постройка, к сожалению, закрыта, но постараюсь из-за забора что-нибудь вам наснимать. Музыка Музыка Интересный такой домик возле церкви стоит, такой самобытный. Музыка Там аист на трубе сидит. Сейчас будет офигенная горочка. Гродненская область. Сначала спускаешься с горки, потом поднимаешься. Музыка Ну и теперь апхилл не сильно большой, но ощутимый. Музыка Итак, вся дорога то вниз, то вверх. Расслабляться нельзя, если увидел спуск, то обязательно будет подъем. Музыка Выехали на трассу М6, едем в направлении Лиды. Здесь ничего интересного для съемки точно нет, чтобы вам показать. Просто мокрый асфальт и фуры, которые летят со скоростью 100 километров. Кстати, забыл сказать, что вчера мы проехали на удивление 136 километров. Для Игоря это рекорд. Правда, сегодня больновато ему сидеть. Но погода у нас пока никакая. Хотя, с одной стороны, я думаю, может и к лучшему, потому что я вчера очень сильно сгорел. Особенно лицо и шея. Наверное, уже в следующий раз включусь в Лиде. Что, очередная точка – это Лидский замок. Сейчас вам покажу пару кадров. Погода по-прежнему пасмурная. Ну, будем надеяться, что солнышко появится. Начался сильный ливень, и нам пришлось прятаться в замок. Конечно, не бесплатно, пришлось заплатить за экскурсию. Все я показывать не буду, посмотреть на что здесь есть. Да и тут особо снимать не разрешали. Не знаю, с чем это связано, разрешена только фотосъемка. Ну, а после замка мы решили немного расслабиться. Сами знаете, чем. Мы же в Лиде. Ну, а после замка мы решили немного расслабиться. Итак, друзья, сегодня был день просто жести. Проехали мы за сегодняшний день около сот. Сейчас я нахожусь в гостинице, в которой мы решили все-таки заселиться, потому что две ночи подряд был дождь, и верхний слой палатки реально не успевал высыхать, потому что солнышко там, если и появлялось, то не было времени просто ее просушить, надо было ехать. Из-за этого солнце, кстати, и сгорел. Вроде бы дожди, но я сгорел. Видно, не видно. Мы решили заселиться, просушить палатки. Сейчас мы находимся в Новогрудке, и, если честно, последних там 13 километров сегодняшних, это просто ад был. Новогрудок — это просто вверх-вниз, вверх-вниз, и такие обхильчики нормальные. Новогрудок еще не смотрели. Завтра посмотрим его эти улицы с такими перепадами высот. Нужно, думаю, сюда приехать на фикси. Хотя с моим соотношением это просто будет жесть. Ладно, не буду вас мучать таким видосом. Увидимся завтра. Ну что, друзья, четвертый день. Сейчас мы едем к Новогрудскому замку. В целом, мне город очень понравился. Своими улочками, очень много старых домов, которые еще не испорчены реставрацией. У меня даже иногда такое ощущение, что я не в Беларуси. Не знаю, почему. Я обязательно сюда приеду на фикси, потому что здесь, наверное, прикольно. Правда, мне придется, наверное, соотношение поменять, потому что здесь горочки такие, друзья, уклон просто к жести. Оказывается, здесь начали реставрацию. Вход вообще на саму территорию вообще запрещен. Но сейчас что-нибудь для вас наснимаю. И что, сюда зря приехал бы. Наконец-то начали заниматься этими обломками древности. Надеюсь, они здесь не испортят, а сделают получше, чем было. Вот так он когда-то выглядел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приезжайте, друзья, в Новогрудок, поводите велосипед в руках. Просто есть нереально такие уклоны. И еще получается по асфальту нереально ехать, потому что одностороннее движение. Причем дороги с закруглением. Здесь приходится тащить велик вверх по тротуару. Тротуар такого себе качества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Апхилы, апхилы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, конечная наша точка. Финиш, можно сказать. Сегодня мы будем ночевать на берегу озера Свитис. А завтра выдвинемся в сторону Баранович. Сядем там на электричку и поедем в Брест. Вот такой вот получился небольшой трип. Если честно, я даже не думал, что мы досюда доедем. Потому что, я думаю, вы заметили, что Игорь ехал на своем городском байке, который я когда-то для него собирал, там стоит сзади планетарка, геометрия, фикса. Но, сами понимаете, это очень сложно. Тем более Гродненская область – это сплошные апхилы. Но он это смог, он это сделал. Сегодня мы проехали, если не ошибаюсь, всего лишь 20 километров. Ну, мы полдня провели в Новогрудке. Очень красивый город. Несмотря на то, что там очень много апхилов. Было интересно покататься, посмотреть. Так что сейчас вам покажу немножко озера, там, где мы остановились. На улице 2140 мы решили распалить костер. Потому что реально за 4 дня мы ни разу его не полили. А что за поход без костра? Будем жарить сосиски. Утро пятого заключительного дня нашего путешествия. Мы на берегу озера Светис. Погода просто великолепная. Как ни странно. Неспешно собираем сумки и отправляемся в путь, где нас ждет финишная прямая. Город Барановичи, а затем на электричке в свой родной Брест. Город Барановичи, а затем на электричке в свой родной Брест. Конечно, очень жалко, что все заканчивается, но на душе хорошо. Наша авантюра удалась. В сумме на велосипеде мы проехали около 400 километров и где-то столько же на электричке. Пять незабываемых дней наедине с природой и ее красотами. Надеюсь, вам тоже понравился данный ролик. Если у вас появились какие-то вопросы, обязательно напишите в комментариях. Кстати, по пути в Барановичи мы еще наткнулись на пару красивых мест, но это уже совсем другая история. На этом все. С вами был Андрей, Classic Bike. Увидимся в будущем. Пока! Субтитры подогнал «Симон»